всем привет в этом видео покажу вам свой проект новый готовый оформленную вышивку в предыдущем видео я уже говорила что буду оформлять этот семплер и в общем-то я это осуществила возможно сейчас посмотрю сколько времени займет это видео может быть в конце добавлю небольшой отрезок такой видеовлог ну можно повышевать может быть кому-то интересно это такие отдельные мысли участную как бы минуты моих вышивальных вечеров как я вышиваю ли там отдыхаю и так далее как что хранится ну так по мелочи просто рукодельные такие вечера небольшие вот так что если кому-то интересно могут дальше остаться и посмотреть значит начнем в главного я хотела вот этот сэмплер ну я называю синий сэмплер вообще это pumpkin for sale от лана ленской схема я и показываю предыдущих видео ну так еще в мятом состоянии только что снятый с пялец ну и что там инстаграм какие-то фотографии выложил вот но там может быть они не очень привлекают внимание потому что там никакого особо фона нету кроме фотофона собственно вот значит я хотел оформить в рукодельный какой-то конверт сумочку что-то такое вот эту вышивку и потом я решил оформить вот в такую вот папку была у меня мысль может быть прикупить фактурный хлопок японский ну и потом я придумал потому что ко мне пришел бельвет и бельвет оказался очень удачный по цвету я предполагал что он может подойти но он классный он такой таракотовый тон имеет качество очень приличное я бы сказал хорошие в принципе мне нет никаких на него нареканий рубчик 3 миллиметра шириной вот оформила в такую папочку в круговой молнии первый раз шила такую молнию все думала как это шить но в голове прокручиваю разные варианты в общем-то у меня получилось я считаю вот поставила первый раз жизни такие замочки купила замочки бронзового цвета но к сожалению так как я видим еще не в данном вопросе может быть я не обратила внимание но я не помню чтобы на маркировке какие-то были особенности магазине что они бывают для вот такой молнии типа такого типа и для может быть тракторный и так далее в общем я наверное купила для трактора на потому что те оказались чуть чуть пошире хотя замочки очень классный станет буду гораздо больше подошли но к сожалению они не подошли молнии никак не хотела смыкаться вот я даже пыталась ставить обратно замки с этой молнии чтобы проверить что мужики просто что-то не так делаю но выяснил что все-таки замочки не подходят они чуть чуть пошире прям буквально там подоль миллиметра вот и я взяла вот у меня еще такие были замочки предполагалось для чего другого кое-чего другого использовать ничего страшного вот в общем я их поставил в принципе тоже все хорошо смотрится вот такая папочка с такой боковушечкой вот это корешочек такой до которые молнии и хвостики вот тут внутри спрятаны задумной жесткость придает дополнительно они прямо хорошо мне сомкнулась и я не стала их обрезать вот сюда чтобы лучше форму еще лучше держала форму хотя метод прокладки многочисленные используется и так далее вот сейчас вам покажу сначала ее внутри как она устроена потом уже расскажу детали для тех кому это интересно вот а с этой стороны ромба стежка вот такая ниточками в тон здесь ромба вот так у меня легли вот здесь вот так вот я сделала надеюсь видно ромбики вот такие я хотела сделать определенного размера эту папочку чтобы у меня умещались пальцы по четверочка ой троечка простите норге например или норге 21 с половиной круглый который самый запяливающийся ну то есть нормального размера пельса самый часто используем и если врезать такие то влезут и меньше больше реже используешь поэтому это не критично вот вышивка не очень большая значит она я соответственно сделал такие вставочки из остатков ткани предыдущих осенних проектов и в общем она очень удачно даже освежила немножечко я точно не хотел здесь вставлять никакой вельвет я думаю что всю вышивку ну как бы мне здесь ширины льна не хватило даже если бы был лен было бы многовато льна вокруг ну как бы здесь да слишком поэтому я хотел немножечко дополнить и одновременно увеличить размер вот этой папочки вот и по высоте на такого нормального размер сейчас возьму линеечку смотрите кому важен размер да то есть мы сейчас единственно наполнена может чуть погрешность некоторых будет и вот от шва до шва буду показывать вот ширина 25 где-то 25 с половиной сантиметров и высота у меня тридцать с половиной сантиметров без учет естественно швов вот этих как шилось дальше расскажу значит открываем папочку попробуй в кадр сделать большая поэтому помещается молнии со всех сторон вот с трех сторон я делаю здесь я сделала вот сначала 8 сантиметров потом же до 10 увеличила но мне там была удачность складывать я в общем и так сделал вот открываем папочку и мы видим что здесь два две стороны внутренние с одной стороны это карман на кулиске вот такой объем эту защиту под складочки вот вот здесь у меня хранится но я же просто готова некий процесс такой небольшой зимний и здесь ниточки например два органайзера уместились вот этот мой осенний органайзер в котором все необходимое есть да вот поэтому соответственно здесь я не стала делать никаких многочисленных клапанов там кармашков все чего то мне это просто не нужно было вот я сделал потому что я знал что будет пользу стран такими органайзерами это удобно и соответственно вот здесь у меня лежит уже просто но схемами печатные есть есть я просто вам показываю что внутри в оформлено вот и есть у меня схема в саге потому что дизайнер любезно поделился со мной схема в саге спустя год после ее приобретения даже полтора полтора года назад как не обратилась за сага на сказал что на саге для саги схемы не делают из-за опасения нарушения каких-то авторских прав вот и так далее так далее вот прошло время я увидела на одном из сайтов где продаются схемы этого дизайнера схему что она начала выпускать том числе для кросс тысяч саги и попросила на обратил к ней еще раз и она любезно со мной поделился проблем никаких не возникло вот здесь я сделал как увидеть уже то в ту то в то в два слоя первый раз в то в ту шила но мне очень понравилось ничего сложного здесь совершенно нету вот здесь я просто сколол булавочка некоторых местах два слоя здесь у меня перегиб кажется здесь перегиб да а здесь у меня открытый был срез и я уже соответственно беечка все это закрыла и кулисочку натянул здесь кулиска здесь складки заложен здесь складки в ну встречные слева направо справа налево и тут вот так вот складочка сделала красиво два слоя мне понравилось больше потому что первых это надежнее и практичнее будет любом случае хотят авто хорошего качества что прям и порвать я не знаю попробовал так потянуть и на общем то не рвется особо ну то есть мне не получилось и не растянуть не порвать ничего и красивый тон такой тон такой беж кремовый какой-то такой немножечко цвет вот пыльный такой нюд да как сейчас говорят и хорошо через него просвечивается вот эти тканюшки тканюшки думаю все узнали да ты этого органайзера то еще одной сумочки осенней у меня не остались в общем-то их удачно сюда применила и вот вы видите пяльца номер три прекрасно здесь умещаются при том что я делаю так чтобы если на нибудь какая-то канва и будет несколько ну такие свободные края большие объемные достаточно чтобы у меня все прекрасно умещалась в том числе если как и снабы сюда положу 20 на 20 вполне сроки снабы войдут вот поэтому все прекрасно внутри я вот так сделала тоже корешочек то есть это мне все одна деталь вот этой с той стороны просто нас перегибом а здесь уже строчка здесь у меня везде стёжечка чтобы уплотнить укрепить поперечные в дополнительные вот теперь детали а еще один кармашка есть вот здесь кармашку я не знаю будущему путин сейчас вот ткань лежит да я вы здесь делаю на кнопочки почему потому что чтобы этот резинка она не тянула его на пытается тянуть все равно вот и соответственно я вопрос кнопочка таким образом зафиксировал так ты не захочешь ничего не выпадет конечно же вот а так в принципе я думаю что в будущем все таки я буду делать может быть есть еще один карман и в него убирать там какие-то вещи мне это удобнее кажется просто я уже накрою на тот момент под этот вариант и не стала переигрывать ткани вот эти мне уже были как основные в общем как бы не стала переигрывать как вы видите вот швы у меня закрытый внутрь до соответственно сделала можно делать наружу в общем кому как нравится но для данной модели я хотела именно и из вельвета чтобы у меня внутрь было потому что здесь у меня молния на обтачке вот как вы видите чтобы папочка была более объемно чтобы много чего в нее можно было уместить потому что когда только одна молния ей будет недостаточно вот и только на что-то очень маленькое хватит а вот так чтобы такой объемный все поместить конечно не хватит даже если мол не убрать там курточный вариант как я сшила для тех кому интересно меня просили в комментариях подробнее по возможности рассказывать честно вам скажу машинка моя любимая когда уже завершающий шок вот этот вот я делала она в некоторых местах конечно ну прямо на пределе своих возможностей было она на молодец справилась но прям медленный ход и на медленном ходу такие вещи делаю мысли сделали но как бы да задумалась я другой машине вот хотят очень люблю но с большим функционалом более мощные более совершенной той же компания джаном японский производитель лидер на рынке швейных машин вот и не думаю всем известны то машинами тоже джамон джаном мэри крафт 3000 и она мне с 99 года конечно 20 лет подряд она не не шила но лет восемь общей сложности я на место шилок практически каждый день вот раньше я шила швейные изделия или для них и вполне в принципе хватает даже пальто это я шила а вот прикладнушки с толстыми этими она в принципе берет достаточно свои тут очень приличные слои но здесь дело не в толщине даже слой было в его жесткости наверно плотность потому что видимо у нее вот это вот но я тяжело продвигать немножко было но тяжело шла ну ничего я поменяла лапку на шагающему все договорились не точно обычно лапки она не шла у меня в этом шве к сожалению в этот раз вот ну неважно все равно на молодец я очень люблю нежный трепет на как говорится вот значит и так значит мне здесь вельвет использован вельвет и я предполагаю что-то хлопок здесь по моему никакой примеси нету если есть у незначительное но естественно немножечко подсыпался как у любой бой вельвет или любой бархат они все немножко подсыпать такого не по чтобы не сыпались я не знаю у кого не бывает ну может быть но не критично то есть он не распускался минут на срезах просто чуть-чуть подсыпался вот значит вельвет я уплотняла на чтобы стежка была объемной соответственно я его сейчас вспоминаю просто детали значит саму вышивку я уплотнила на дублерин обычный не флизелина дублерин обычный дублерин на трикотажной основе далее у меня прокладка был один слой авроры не 180 вот следующие какая я не помню какая на девочки правду то ли 200 она то ли там 230 какой следующий толщина ну наверное 200 там надо 230 наверное или 220 вот значит мне оставалось немножечко авроры и вот я ее использовал чтобы объемчик был и плотность было вот но для придания жесткости с обратной стороны авроры то есть вот с той стороны я добавила свой любимый дублерин бортничковый который им говорила да и он дал вот эту жесткость который аврору бы не дала на самом деле все равно я хотела прям вот ну чтобы жесткость была чтобы то есть например если бы это все заменить на дако виллайт во первых надо кавили все же мне не нравится как смотришь это просто вот линию все строчкой все никакого объема вообще не то что то что ты лет вообще ничего там не увидишь вот вторых а у все равно бы я думаю что он его был бы для данного момента недостаточно которая хотела придать поэтому не был вариант либо используйте алис финтекс либо аврор на меня было аврора с подругой посоветовался на скал я бы аврорку использовал для попробовала если она есть в общем я использовала аврору в принципе я думаю следующий раз я буду использовать фильм так просто все не обязательно было ну как бы хорошая на плотность все дало но естественно в швы у меня ушла только авроры то есть никакие там дублерины воротничковой я туда не пускал тоже это было было тогда и плотность толщина но очень тяжело бы и было и машинки но и вообще швам в целом так и далее у меня получилось так что подкладочную ткань именно подкладку я ее посадила тоже на этот дублерин кажется сейчас вспомню да на дублерин вот этот воротничковой плотный чтобы она вот здесь жестко лежала чтобы она не гуляла и между собой эти слои вот именно ее на дублерине и вот ту часть аврора на дублерине я соединила аля вот эта серпянкой либо сетка на бумаге в швейном и если деле вот соответственно вот эта сетка на бумаге я также воспользовалась вот здесь между вышивкой дублерин и аврора я там положила сетку на бумаге чтобы она прям хорошо держала все чтобы вот вышивка не фолдила не гуляла не в процессе эксплуатации не если вдруг когда-нибудь мне надо будет папочку эту постирать потому что мне не исключает этот момент естественно перед пошивом я именно вельвет и я его простернула потому что я не знал насколько линяет или нет конту что там на видео показывают и цен понимаете больше там были для видео цвета к желтеньким то вообще ничего не видно и в принципе так она сначала не линяло вообще потом она мне полежала на эту температуру было градусов 40 и может даже чуть побольше сделала специально но чуть-чуть она цвета отдала совсем незначительно это было видно к этому в воду в раковину выливаешь в принципе вообще но я считаю что прекрасное качество вот молнии меня здесь использована длинная была две штуки по 60 сантиметров это самый длинный которая нашла такого цвета однозамковые они были замочки сняла как увидите поставила вот эти какая длина должна быть и двузамковые молнии я не представляю потому что здесь понимаете что мне практически вся молния и ушла с одной стороны и с другой стороны размер папки поэтому берите просто две молнии длинных и вы ими уже сможете регулировать размер папочки вот вы можете делать и больше потому что тут хвосты и вот в центре они прям состыковались эти концы сшила соединительным швом между собой на руках чтобы они прям хорошо там держались и потом уже их точала соответственно вот вот эти обтачка обтачку у меня лицевая ткань на объемном флизелине внутри у меня подкладочная ткань это хлопок рубашечный сорочечный корейский я использовала кстати вот поэкономил в этот раз это все время для по вот эти ткани дорогие да вот здесь вот он тоже вот здесь у меня он что хорошо вписался я вас писаем как бы купил для этого проекта кусочек но это и по бюджетнее в разы конечно же потому что все равно там ничего не видно даже в эти карманы что там что-то другое вот я его тоже здесь прекрасно использую молоко и не ранило все вот значит хлопок у меня вот этот на обтачке и я его сейчас я вспомню я его на должен на дублерин на обычный посадила потому что он такой достаточно тоненький но же рубашечный до сорочные на рубашка не как вот мужская да именно вот как ну для женских наверное такие вот варианты вот поэтому на такой не толстый и и так далее обтачку краила по прямой угол у меня вот здесь закругление 30 градусов эта линейка такая с углами закругленные есть сейчас покажу вот такая линейка у меня есть вот мне она очень нравится удобно чё заморачиваться шаблоны рисовать или блюд собрать ну понимаете было же разные бывают нужны я в общем использую бывает вот этот угол вот этот и вот этот используете мне еще не пользовалась хотя может и пользовалась каком-то большом клапане я уже сейчас даже не вспомнил большом клапане использовал его в общем данном случае мне вот этот угол использован очень удобно сразу углы нарисовал себе обрезал как надо и все вот для вот этого угла я уже несколько раз его использовала для своих вот таких вот изделий и с оленем сумочка и так далее я использовала обтачку просто раскроенную по прямой то есть не по косой таким образом сэкономила ткань нервы и время тем более что у меня здесь полоска так бы она была косая ну или лет мне кажется это был бы не очень удачный вариант вот плюс конечно по косой а это же это более тянется да и с немножко может быть сложнее какие-то нюансы могут быть то есть она будет больше растягиваться везде и как бы не очень может быть хороший вариант соответственно косой бейку вот здесь ну вернее на не косая бейку для закрывания шва вот этого вот этих всех слоев я использовала тоже по прямой это экономит и ткани время понимаете да вот бечку я пришиваю с вот этой стороны пристрачивал с внутренней стороны на машинке чтобы у меня вот здесь все хорошо закрылась и строчила чтобы я хорошо видела что у меня здесь а с той стороны я уже ее делала ну закрывала швом потайным да вот вот видите что его не видно потайной шов вот поближе вам покажу потайным швом так все здесь кстати я тоже вот этот бельветик посадила я его на дублеринчик чтобы он поплотнее был чтобы меньше там гулял да но меня активно такая тканюшка была и чтобы он хорошо прям и уже здесь вот такие через сантильную ширину лапки то есть сантиметр примерно расстояние просто строчки сделала они прям вот между рубчиком до легли их не видно но прям эффект дало дополнительной жесткость соответственно тачку я тоже как вы видите уже вот здесь вот я это уже стекла на ширину здесь попробуем поближе показать вот на ширину тоже лапки и стекла на так как шов и все он здесь часть даже закрыл получилось даже еще красивее вот чтобы еще рассказать даже не знаю вы лучше есть какие-то вопросы пишите я отвечаю комментариях принципе просматриваю контролирую достаточно как бы свяжу за ними вот приложение на телефоне стоит и творческой вот эта студия youtube это очень хорошо принес приходит уведомление по комментариям вот поэтому вот больше подробностей пожалуйста здесь сладочка и закладывала никакой сметку я не делала но я хочу сказать такой момент вот у лариса черновская я видела что она например очень использует хороший такой прием интересный с помощью клея вот эти уголочки на проклеивает когда укладывают косую бейку прочее чтобы она не двигалась при строчке да и соответственно никаких защипов ничего на меня такого клея нет и я поэтому предпочитаю все таки попробовав разные способы спроса с прищепками просто с булавками в таких местах все таки я использовала в данной модели особенно потому что слой слои плотные они плотные слои вот попробовать не знаю как вы насколько вам это видно вот видите они плотные довольно жесткие достаточно я использовала сметывание вот их про металла все свои слои я их естественно соединял между собой я приметывал эту бейку и потом только я строчила удобно строчить на самом деле с этой стороны с того что вот это не мешает я в итоге так и начала потому что не по уклам было сложно и старалась следить чтобы здесь бечка она как-то не легла вот так что вот наверное все поэтому по этой папочке на 20 минут видео получилось я наверно добавлю в логовую часть вот эта же неделя своей рукодельной которые соответственно там просто вот я делал какой-то ведь вечер рукодельный процесс пока я отдыхала от вышивки потому что я очень много вышивала на этой неделе горлицу ст многоцветную работу почти 25 процентов я уже вышел не там не хватило 0,7 процента или 0,6 процента до 25 но часто три дня я не вышиваю даже 4 я и как бы не планировал два точно вышивать но дименшинс к сожалению не получилось повышивать потому что я вот эту работу воскресенье сшить начала в обед только он шила девочки почти до пяти до трех утра я где-то шила практически без перерыва только на поесть вот и устала очень конечно и в понедельник у меня еще был отпускной выходной понедельник я еще пошел думал часа за два закончу полтора там не оставалось собственно вот эту бейку пришить и закрытию что-то так и я долго из того что сметал время все это занимает конечно дольше я делал не помню сколько дольше но я не торопясь спокойно что все качественно потому что мне хотелось все было хорошо и результат очень довольна значит в принципе здесь можно было сделать ручку я видела что в подобных моделей ручки делают вот здесь очень удачно мне нравится принципе вариант вступить делать ручку можно есть пристег Dodgers не можно просто на стационарно сделать но в этом случае получится что вот здесь от году замки но это не критичность это папка например рукодельно все можно делать вот здесь ручки отсюда водить на тогда их будет 2 тут вот тут у тогда будет 2 до с этой стороны с этого такие ручки вот здесь можно сделать более плоскую ручку можно еще сделал съемную себя не пользуешься это поскольку от 1 и скину и в кармашек убрал и все можно было бы наверное сделать вот здесь сзади одну ручку я не была уверена что это будет симпатично смотреться сейчас смотрю думаю что ничего почему я не делала ручку во первых у меня вышивка куполе распомещена уже по вертикали в горизонтали она была бы очень много вот этой ткани нужно это совсем не то было бы не то что я хотела для обложки поэтому я ручка здесь не делать аж на чем я вышивка была бы просто на боку как вы понимаете аналогичной ситуации с ручкой вот в этом месте тоже была одна баку научим черте что я считаю вот то есть все таки вышивка должна быть по направлению да вот как или носишь вот так вот например ну в принципе я вот так прям не собираюсь по улице ты по выходите хранения мне достаточно вот айсюш куда-то ее надо взять но у меня есть сумки достаточно до этих рукодельных любую там кинул эту папку пошел как говорится папка очень хорошая практична за счет того что тем более еще это вельвет а вот на ней из американского хлопка практичный мужик не трем нигде да вот и папочку конечно можно постирать при необходимости там есть когда там увидишь какое-то загрязнение ну вот я уже скажу из своего опыта своей практике кто бы что не говорил но по крайней мере у меня нет такого чтобы я хобби был постоянно стирал свои какие-то вещи и он честно скажу даже подушки мне дома лежат там ведь декоративную одну я вообще стирала один раз но нечистый ночью стирать нежно не суп не им головой и сплю вот пульс махивая либо щетка липкой либо этой нормально на цвет она не поменяла то же самое с вот этими сумочками тоже стирают необходимости какие-то выборочно очень раз там очень длительный период времени но если уж она и не одна сами понимаете вот в грязь и не бросаю на грязь и не кладу все это лишь либо на диване либо на столе либо на тумбочке если даже на природе все равно я же в грязь не буду класть на мокрую грязную траву например эту сумку очень подложу например если обычная трава сухая чистая вижу да можно положить и так ничего с ними не будет вот можно что-то подложить это не принципиально как понимаете на лавке то же самое вот поэтому загрязнение всегда когда когда как трение какое-то обо что-то там и даже носишь сумки да они же где-то затирают со стороны одежда от вас одежда начинает затираться и сумка затираться вот рукава вспомните до внутренней части страны рукава всегда загрязняется внешне она нормальная там вот поэтому плюс не марка и ткани абсолютно и вообще мне очень понравилось заработать с вельветом и эффекта трудает вельвет в том числе в сочетании с вышивкой вообще вот и подобных органайзеров немножечко счет конюшки осталось я думаю что тоже еще где-нибудь его применю не знаю в какую модельку вот но просто принципе органайзеров вышивальных не таких он достаточно уже если включительно для разнообразия не захочешь это вышивку оформить с круговой молнии но именно такой вот органайзеры для ножничек там до иголочка всего остального я вот сделаю без тому же без от без обтачки вариант и там можно разные опять же можно использовать без обтачки вариант используют такую боковушку а можно вот как делают с хвостиками здесь и здесь их хвостик красиво украсить концевиком то есть просто то есть вот здесь будет шов да и вы будете открывать вот так вот полностью чтобы вы также скрываться посту как пенал вот эти школьные да вот но вы видели от девочки шьют такие органайзеры очень симпатично получается здесь все дело в том что нужно уделить конечно внимание именно обложке ее плотностью чтобы она не деформировалась либо учитывать загруженность этого органайзера папки какая будет чтобы в случае вот ведь мне достаточно заполнен деформации нету то есть нету заломов вот это вот здесь вот а то бывает вот я видела положит чего-то туда он весь уже раздулся весь перекорежился и в общем получается какая-то фигня вот вся красота куда-то делась смотрит все это неопрятно поэтому собственно вот у меня больше всего времени заняло ими направление как с той лицевой стороны вот это уплотнение подбор материалов для уплотнения так далее вот ну я старалась как бы чтобы все было качественно и наверняка потом я не каждый день шью такие вещи тем более то вообще мой первый опыт подобного изделия в общем целом у нас головы ну как вот изделия я видел такие модели да но как их шить у меня никаких мастер-классов не было то есть исключительно мозгами как обычно вот посмотрел еще папки которые канцелярских магазинов продаются кругом там конечно похабанно все сделано по-другому сказать не могу там внутри общее тихий ужас и конечно никаких обтачек нет там просто молнии я добавила обтачку фактически это как бы может быть и сумочка портфельчиком таким очень удобным я конечно хотел чтобы очень хорошо он раскрывался чтобы вот когда сейчас вам еще раз покажу раскрывается полностью вот эту модель куда полностью раскрывается то можно было вот так вот раз разложил и он лежит то есть он не пытается закрываться его никуда вот так вот не раскрыл вот так не просто то есть если вот здесь делать он бы здесь хорошо лежал но вот обратите внимание вот вот так все можно было бы этот вы лег на самом деле вопросу тут ширины потому что здесь обтачка вот но я вот хотела сделать, чтобы он такой вот был, более гибкий. Можно меньше открыть молнию? Сейчас посмотрим даже. Вот, если меньше, допустим, молнию открыть, но не до конца, да? Вот, пока ушечки закрыть. Вот, пожалуйста, он открывает. Видите уже, куда пошла вот эта вот часть? Она начинает ее туда опускать. То есть молния начинает тянуть сюда. Вот. То есть, ну, конечно, для короткого возможно, но мне все-таки больше нравится. И давление на молнию такое идет здесь приличное. Но это потому, что, опять же, молнии сюда. Если бы здесь молнии не было, то, наверное, на молнию давление, конечно, такого не было. Откуда? На что там давить? Вот. Поэтому, как бы, вот. Мне очень нравится. И, знаете, очень удобно. Поэтому, кто вот шьет, попробуйте такую модельку. Она просто классная. Я вам сейчас кадр просто одной рукой все закрываю, чтобы не снести штатив с телефона. Мне штатив муж починил. Очень удачно. Теперь надежно. Все, я думаю, надолго хватит. Вот. Поэтому, видите, стараюсь со штативами снимать. Вот такая вот моделька. Сейчас вам попробую еще показать ее вот так вот. Красиво. Ну, цвет у вас чуть поярче на видео, как обычно. Тем более освещение всегда играет значение. Ну, похожий цвет. Я сейчас смотрю. Просто он тут более поярче. А так он поспокойнее, по припеленнее немножечко. Такой таракотовый оттеночек. Но таракотовый, вы знаете, он разный, да, бывает. Он бывает прям рыжий-рыжий. А этот не рыжий. Коралл какой-то такой, да. Красиво. Мне очень нравится. И он очень хорошо, на мой взгляд, дополнил именно вот эту вышивку. Ее освежило. Вот это окрашенный мной иглеон, который вам не видно, к сожалению, на камеру. Вот этих вот легких таких разводиков не видно вам. Можете здесь очень приглядываться только. Вот. Но очень приятный тон. И он, конечно, другой. Он такой вот нежнее, потеплее, чем на камере. На камере все более серые вот такие вот цвета получаются. Вот такой тепленький. То есть, получился именно солнечный такой осенний день. Золотой осень. Солнечный. Не мрачный. Никакой не пасмурный. Не примитивно пасмурный. Вы понимаете, да. Вот. Все. Чистится щеточка, если что. Но к нему ничего не липнет из-за того, что тут нет синтетики, судя по всему. Поэтому он не липочет. Когда синтетики много, может прилипать какая-то пылинка, соринка. А он из-за того, что хлопок хороший, мне понравился. Надо будет еще там у них какие-то цвета. Интересно много цветов прикупить. Все. На этом все. Но я на самом деле думаю, что я не буду вам снайку в видеоблог добавлять. Закончу. Пожалуй, на этом видео будет у меня про одно изделие. Все. Больше пока ничего не шила. Будут ближайшие выходные. Надеюсь, у меня будет возможность еще что-нибудь сошью. Плавно громоздье. Как вы понимаете. Ну и если что-то навышиваю, покажу вам по вышивке. А так у меня как бы не очень. Ну я на самом деле в прошедшие выходные вот один день я посвятила. Ну не целый, конечно. Часа может быть 4. Я вышивала дверь в сад Dimensions. Вышел там 1000 или 1200 крестиков. Точно не помню. В общем, я там по-моему 45% у меня вместо 40. Там около 41 было 45% с хвостиком. Вот. И я очень хорошо повышевала листы. Вышло 8%. Листы 8% от 108 тысяч крестиков. Я думаю, вы примерно понимаете, сколько это тысяч. Я очень хорошо повышевала. То есть у меня в день в основном получалось 1200-1100 крестиков. Но на самом деле, вот как многие говорят, для меня вот 1100-1200 это предел. Потому что потом... Ну, встаешь, конечно. Но это много я часов посвящала. Была возможность. Вот. Поэтому... Вот так. Поэтому ПСТ хорошо. То есть я закончила там фон. С правой стороны, который у меня фон. Сейчас там чуть-чуть кусочек остался. Но сейчас он мне недоступен с того, что натянута на Куснапа другая зона. Но я и волосы повышевала, и глазки, и глаза как живые. Просто потрясающе. Вот. А давайте я вам сейчас, наверное, покажу. Может быть, кому-то интересно. Так. Ну, папочку мою вы все помните, все знаете. Вот кто смотрел опять. Так. В общем, смотрите. Вот я вам открыла. Я вышила вот эту всю зону. Вот у меня вот так вот. Тут было чуть-чуть чего-то выше. Это выборочно, по-моему. Вот тут чуть-чуть. В общем, я вышила, можно сказать, весь вот этот участок. Весь все вот эти вензели. Все вот этот вензель. Немножко в волосах. Вот эти волосы. Вот здесь волосы повышевала. И вот видите глаза. Посмотрите, какой взгляд. Просто живые глаза. Даже с достаточно близкого расстояния. Это еще не полностью, конечно, глаза вышиты. Но потрясающие глаза. И уже вот глядя на них, с ней прям как будто разговариваешь. Говоришь, сейчас я тебе волосики повышиваю. Вот завтра мы то тебе вышьем. Ленточку и так далее. Вот такой вариант. Считайте, вот здесь, с той стороны, вот такой отрезок. Там фон, вот прям вот здесь чуть-чуть. Надо будет вышить. Вот с той стороны. Ну вот уже видно, в принципе. Вот так же. Вот такой отрезок фона надо будет повышивать совсем немножко. И все. И фона больше не будет. По-моему, там вот волосы идут уже. Ее платьице и птичка. Вот такая замечательная девочка у меня получается. Очень красиво. Конечно, трудно тут оценить, наверное, эту красоту. Но на самом деле, вы знаете, когда вышиваешь, прям проникаешься этой работой. Вот чувствуешь, конечно, эффект. Отрываться не хочется. И я под видео Светланы Диановой смотрела. Видео, ну, слушала, как говорится, больше, чем смотрела. И там она рассказывала. У нее было очень много видео с действия вопросов мастеру и других. И, в общем, я под них очень хорошо у меня шла эта многоцветочка. Я прям прониклась. Прониклась просто вообще до невозможности. Вот такая красота у меня получается. Вот. Ну, я хочу до Нового года. По возможности, 50% бы вышить вообще уже было бы замечательно. Ну, это просто, если столько времени в еписище, сколько я посвящала, можно вышить намного больше. Но я не думаю, что у меня будет столько времени все время. Тем более, мне хочется, конечно, вышивать и другие работы тоже. Свои ангелы очень хочу вышивать. Я тут его доставала, смотрела. Мне прям хотелось прям сейчас взять и продолжить. Ну, надо как-то выбирать, конечно же. Иначе невозможно. Будет все по чуть-чуть. Надо, чтобы, знаете, было осязаемо что-то, что-то действительно вышло. Вот. И потом уже как-то вот раз-другой так же вышел, чтобы осязаемо. Вот глаза, они прям живые. Вот видите, как у нас прям зрачки такие человеческие. Ну, прям классно человеческие. Они просто как живые. Классно просто, потрясающе. Я так поняла, что есть версия, что художница вышивала, рисовала именно свою дочку. Тем более, эта девочка похожа на... У нее есть еще портреты этой девочки, на мой взгляд, в более младшем возрасте, более раннем. И есть версия, что она рисовала именно свою дочку. Портреты ее дочки. Но очень красивая девчушка. Прям замечательно. Вот. Так что мне очень-очень понравилось. В принципе, очень хорошо идет. Там, когда проникаешься, все этим... И мне, как вы знаете, крестик на всему отстоять. И вот так это будет. Тут на видео всегда больше подсвечивается из-за того, что все-таки лампы, вспышки и все такое. Все это направлено. На самом деле практически не светится ничего. Вот. И я попробовала немножко на Конгресс Тромини сделать несколько полукулистиков. Извинись, мне так понравилось. Но теперь мне не терпится попробовать еще и вот эту многоцветку, которая у меня есть от Химеры. Там яркие цвета. Но я сначала хочу, чтобы как минимум 50% у меня у горлицы было. Вообще, конечно, закончить бы ее. Но это не один месяц в любом случае. То есть, если ее вышивать каждый день по тысяче крестиков, вы понимаете, что это 108 дней. Ну, грубо говоря. Каждый день по тысяче крестиков нет возможности у меня такой вышивать. Это мало у кого она есть. Даже если вышивать, все равно тяжело, конечно, тысячи крестик каждый день. Крестики тысячи разные бывают. Вот в фоне чуть быстрее. Где-то сейчас в волосах уйти уже больше времени уйдет на эту тысячу крестиков. Да, часов там. Да, и, соответственно, понятно, что это дольше. И поэтому, ну, посчитать несложно, что это вот. Если каждый день по тысяче крестиков, это чуть больше трех месяцев. Там-то 3-3,5 месяца. А если это вышивать, ну, 3,5 даже, да. Если 500 крестиков, соответственно, как я и считала, где-то 7 месяцев. Ну, это, опять же, каждый день только одну работу. Что, как бы, я не смогу, наверное, делать. Что для кого-то другое я не хочу, чтобы лежало. Вот. И, конечно, нужно отдыхать от процессов, чтобы они потом шли еще лучше. Главное, надолго не откладывать и помнить о них. Это очень важно. Вот так что такая девчуля у меня вот получилась. Все, больше никакие влоги вам вставлять сюда не буду. Наверное, пусть это будет единое вот такое видео. Вы знаете, чем я сейчас занимаюсь. Что я делаю по шитью в выходные. Вот. Ну, как бы, я считаю, что все неплохо, все хорошо. И так далее. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, задавайте вопросы, какие-то пожелания, что-то еще вам рассказывать, показывать. Пожалуйста, не стесняйтесь. Все, всем пока. Решила сделать ставочку, если кому-то надо, интересно, важно, как я обшиваю кант, внутри либо снаружи, например, на издельный. Я все-таки предпочитаю сметочный метод. С клеем я еще не пробовала. Вот у Ларисы Черновской есть метод с клеем уголочки. Проклеить не просклеить, такого даже нет. Вот, поэтому я предпочитаю сметку. Потому что заранее уже целоеобразная профилактика получает, что когда вы будете строчку прокладывать, у вас не будет никаких защипов и сборок, и ткань будет тянуться. То есть она будет вот на том же месте. Также я предпочитаю очень часто вшивать молнию, потому что когда вшиваешь молнию, то же самое. То есть это разные ткани, по-разному могут тянуться. Неважно, есть флизелин, нет флизелина. Но все-таки, когда вот именно сметываешь, вот как ты ее сметал, так она у тебя и пристрочится. Если по лавкам, то все равно некоторое смещение может происходить. Но, как правило, происходит, все равно немножечко смещается. Где-то это не критично, где-то может быть критично. Поэтому я делаю вот так. Сейчас я шью себе сумочку. Ну, как сумочку, не сумочку, а папку на самом деле, вот такой объемный на молнии с кантом внутрь. Оформляю вот эту вышивку. Вот, но я думаю, что это будет уже кусочек после того, как я буду показывать уже готовую работу. Для тех, кому интересно, более подробно. Вот, вшила первый раз, вшила именно ставту в своей жизни. И, как бы, ну, там ничего сложного. Просто я сделала ее единственное два сложения. Так понравилось. Во-первых, по надежности, я считаю, лучше. Хотя ставта прочная сама по себе, да, сетка достаточно. И по плотности она такая поприятнее получается, если многократно используете, если дай бог там какой-то острый, ну, допустим, край, конец, не в смысле вот острый, режущий, да, вот, например, там углы какие-то, еще что-то там, винты вот упялить, да, то, чтобы это все хорошо проходило и не цеплялось. И, ну, она, скажем так, более надежно получается на предмет повреждений. Вот, резиночка туда обычную вставила, кантик, все, у меня тут кантик нормальный, такой надежный. Вот, и здесь я просто складочки заложила, односторонние, с двух сторон, в сторону центра заложены, и встречная складочка вот здесь. Вот, мне показалось, что так будет красиво. То есть здесь это сборка, а здесь это складки. Внутренняя часть, вторая сторона, я сделаю вот такой вот, тоже карман, еще и не вшила. Тоже тут внизу пару складочек, это чтобы, например, я сюда буду убирать органайзер, уже с, ну, вот этот органайзер, потом, наверное, все покажу, который тут у меня осенний, да, например. Ну, любой органайзер, короче, у меня для ножен, силинголочек, который он уже объемно, как книжечка, чтобы, опять же, все это не давилось на внешнюю сторону, и когда вы закройте папку, даже если она будет плотно набита, чтобы это все не выпирало на лицо, ну, то есть меньше вероятность, да, деформации лицевой стороны. Вот, здесь у меня также, здесь обычный вот я хлопок использую, однотон, раньше все время применял вот эти ткани для аквил, для пчерка, но это слишком жирно, конечно. Вот, ну, и здесь я поставлю кнопку, потому что, на самом деле, я вот попробовала сделать вот этот карман, но я, наверное, больше все-таки его не буду делать, мне не особо нравится. Во-первых, здесь как работает здесь, здесь я сделаю из-за того, что резинка, она все равно подтягивает, чтобы вот магнитную кнопочку, чтобы здесь это была фиксация. Ну, и заодно то, что там лежит, если там будет, допустим, не схема внутри лежать, там не журнал со схемами, а что-то такое помельче, ну, чтобы оно и так не выпадет, потому что это внутри, как вы понимаете, в шве, да, вот где корешок папки, но чтобы оно там, как бы, лучше закреплялось, нельзя там линейки такие положить, может еще что-то, может быть, что угодно, в принципе. Все, больше я никакие карманы делать не стала, мне они не нужны в данном изделии, потому что, опять же, повторюсь, у меня полно органайзеров, как вы уже знаете, посмотрят мои видео, и здесь вот я хотела сделать объем, чтобы, например, и снапы даже класть с большим запасом ткани по краям, чтобы все это умещалось очень хорошо. И, собственно, вот эти третий номер нурге, которые квадратные, прямоугольные, да, и 21,5 см нурге, вот эти кругленькие, ну, то есть достаточно большие пальцы можно было класть, и при этом не переживать, что вот не войдет. Вот, а толщина стена достаточно большая будет получаться, потому что вот здесь уже 4 сантиметра где-то вместе с молнией, и там столько же, в общем, 8 сантиметров у меня получается глубина папочки вот этой, вот. Мне нравится, очень понравилось, у меня осталось немножечко щитовый вельветик, но я думаю, что еще как-нибудь там, повторюсь, закажу. У меня еще есть рубчик, я купила в нашем магазинчике с соседями в доме, рубчик мелкий такой, пыльные розы цвета. Он, конечно, не хлопок, он смесовая ткань, но у меня какая разница здесь, что использовать. Вот, тоже буду применять для каких-то таких вот изделий прикладных для оформления вышивки, потому что вот сколько я шью с использованием ткани для пыщерка, иногда хочется что-то и другое, более лаконичное, и фактуру какую-то другую. И мне очень нравится сочетание льна, например, вышивки, там, допустим, да, на льне, вот, например, с фельветом. Это прекрасное сочетание, на мой взгляд, то есть, ну, вообще просто круто смотрится, я очень понравилась. Хотя изначале у меня было предположение, что я, может быть, куплю хлопок японский, вот этот фактурный. Ну, он достаточно дорогостоящий, а вельветик ко мне как раз уточненно пришел, и он удачно подошел, на мой взгляд, по цвету, по фактуре, вообще просто прекрасно. Вот, единственное, конечно, молнию я хотела, замочки тоже первый раз ставила, хотела, я купила специально замочки бронзового цвета, металлические, красивые, в мире шестия, но я посмотрела пятерку, и пятерка взяла, так как у меня опыта нет, я что-то там никаких особых указаний не увидела, но, может быть, я просто не обратила на них внимания, ну, по-моему, просто для молнии 5 миллиметров было написано, по-моему, или номер 5, ну, как-то они там пишут обозначение, я не думала, что они отличаются, например, если вот молния такая спиралька или молния, возможно, там значок как раз был, да, когда молния спиралька или молния эктрактора, я думаю, что они для трактора, потому что они чуть-чуть побольше оказались, мне молния никак не хотелось стыковаться, вот, я сначала не понимала, о чем делал, думала, что, может, я что-то не так вставляю, вот, потом проверяла на, оставила обратно замки с этой молнией, которые вместе с ней продавались, и выясняла, что нет, значит, не потому что руки кривые, а потому что просто, похоже, замки не подходят, потом взяла у меня запасные еще были вот такие замочки, вот, и посмотрела, они, да, вот эти чуть-чуть там, буквально миллиметр, по-моему, поуже, вот, и поэтому, конечно же, да, эти сразу сошлись, но уже я бы не поехала в тот магазин, потому что ехать надо на метро, очень далеко, и как бы у меня план другие были на этот день сшить это изделие, вот, только с замочками, понимаете, вот, а у нас, ну, как бы не охота же было никуда идти, и решил, что это и так неплохо, тем более для пироз, для нас хорошо, в принципе, смотрится, ну, конечно, бронз вообще круче было смотрелось, честно не скажу, вот, как-то так, все, вот, для тех, кому интересно, я вот так, я защемляю такие толстые слои, ну, толстые, не толстые, я старалась, вот, видите, здесь, в принципе, слой, вот, но здесь аврора, аврора, и все, и вот здесь вот, сейчас я вспомню, что у меня где, так, здесь у меня аврора, слой, это вот, который внешняя сторона посажена, и у меня на объемный флезелин посажена лицевая сторона, тоже вельвет, на 630-й посажена, а внутри у меня дублерин обычный, не флезелин, а дублерин, обычный дублерин, такой, который, как на трикотажной основе называется он, но не тянущийся, который, вот, я его очень люблю, он вроде и мягкий, и плотность дает какую-то, вот, а это, опять же, вот, та же самая ткань, просто хлопок, такой рубашечный, сорочный, по цвету он сюда подошел, и, в общем, я его использовала на подкладке, вот тут вот, и, в общем, использую здесь на кант, он не броский получается, все снивелирует, сочетается, удачно подошел вот к этим вот цветам, как-то так, вот, пока все, может быть, еще что-нибудь ставлю потом, а вторую часть канта, да, я дополню, вторую часть канта я уже вручную подпишет, а что я люблю вручную подпишет и кант, а здесь, как бы, бейки, в принципе, ну, либо бейки в край, вот, здесь просто не видно, вот, я вот так делала, а вообще, в принципе, я, конечно, либо строчку декоративно, либо в край, ну, можно еще, вот, как вот, Лариса Черновская, я в ней увидела, видео, мне понравился вариант пришивания бейки вот этим аппликационным швом, но здесь я не стала, потому что я побоялась, что будет перегруз некий, тут и так ткань очень активная, вот эта клетка, знаете, клетка, она очень красивая, но она какая-то, вот, я думала, что, может быть, вроде клетка, казалось бы, она немножко, как будто перетянутый отрез был, иногда ее перекашивают, и я не мог подтвердить по свойствам этого хлопа таких, хотя, вроде, это американец вообще, ну, дорогая ткань, ну, я так думаю, американец, либо же ему подобная, и она, в общем-то, сложноватая такая в работе немножко, из того, что ее что-то ведет куда-то, то есть, ты, вроде, режешь ровно, уже все проверил, а раз, и где-то клетка вдруг потянутая оказалась, в общем, короче, с ней немножечко заморочки, вот, ну, ничего, можно как бы справиться, но она усложняет процесс значительно, на самом деле, может быть, партия, может быть, отрез такой неудачный, не знаю, с чем связан, вот эта мне очень нравится тоже, она, в принципе, хорошо с этой гармонирует, она ее разбавляет, и вот между ними, вот эта звездочка, я не помню, они с другой, вот эта из другой, по-моему, коллекции была, но они хорошо сюда подходят, мне нравятся, я их уже использовала в том вот осеннем своем органайзере, вот, поэтому я не стала, чтобы больше никакие кармашки делать, ни на молниях, никакие клапаны, мне здесь не нужно лишний раз утолщать, во-первых, здесь, не важно, там, даже если наполнитель отсутствует, в шивах все равно, и, как бы, ну, не нужно, зачем я это буду делать, я лучше это место свободное оставлю на работу, на вышивку, чтобы здесь не было, что битком, как чемодан, знаете, набивать, там закрыть не могут, вот, с такого разряда, ну, все, теперь, наверное, все, да, и добавлю еще такой момент, что вот, если вы обратили внимание, бейку я пришиваю вот с внутренней стороны, да, но это все внутренняя сторона, как бы, и здесь, и здесь, почему, потому что, во-первых, здесь вот эти слои, в том числе сетка, и мне надо, чтобы это точно, гарантированно все попало под бейку и под машинную именно строчку, потому что, если же есть с другой стороны, может быть, во-первых, как потом вручную пришивать, ну, при слове, что я вручную пришиваю бейку, соответственно, с этой стороны это уже, ну, как бы, не очень удобно, и, думаю, удачно даже вариант будет, потому что все-таки шов должен быть потайным, и ему быть какие-то трудности возникнут, вот, и вот здесь, вот, в зоне канта, ну, канта, каком-нибудь дно получается, боковые стороны, сумочки, папочки, вот, здесь уже хорошо потайным швом будет пришивать, тем более, что они еще и объемные, с объемной прокладкой, вот, а что еще я хотела добавить, сейчас соображу, вот еще, что я хотела добавить, что с меткой по углам, по закруглению, значит, угол 30 градусов у меня использован, вот при таком углу, угле, можно использовать прямую бейку, не нужны никакие косые бейки, и, соответственно, детали боковые сторон дна и задней части, это все тоже прямые детали, по прямой раскроенные, вот, если больше, возможно, там уже косые бейки, я не знаю, я еще не пробовала, но мне просто как-то вот в сумках, вот то, что я шила, до сих пор с объемным дном, пару изделий, и вот этот, мне вот этот угол нравится, больше, чем 30 градусов, уже многовато, меньше, как-то, ну, незаметно на этом изделием будет он ни о чем, ну, то есть, вот, как бы для прикладных изделий, именно, вот, например, даже если это органайзеры небольшие будут, с клапанами, вот, закруглением, 30 градусов у меня самый используемый вариант, и, соответственно, вот я его прометывала не просто сметочным швом, а швом назад иголкой, то есть, два раза, чтобы точно здесь никуда не подвигалась ткань, когда я буду шить, то есть, она точно не будет двигаться, то есть, вот, в этих местах я вот эту зону прошиваю именно таким образом, сметываю я, вы знаете, сейчас у меня просто полной катушечки нет, вот такой катушечкой, я думаю, в швейных магазинах вы видели такие, это такая ниточка, она, как бы, не крученая, по-моему, или не сильно скрученная, она такая тоненькая, я забыл, как она называется, то ли оверлочная, то ли что, в общем, она, как наш, как шпулечка выглядит, я очень много лет ими пользуюсь, почему, потому что, во-первых, она, ну, она, ее очень надолго, это катушки, во-первых, хватает, во-вторых, она легко очень снимается, эта сметка, даже если она попадет под строчку машинную или между слоями, то ее легко удалить по сравнению с обычной ниткой, а возможность, вот, как бы, стягивания, да, слоев, в принципе, достаточно у нее, вот, поэтому, как бы, не вижу необходимости брать обычную нитку, потом ее выдирать, все это выковыривать, то есть, ее проще вспарывать, снимать вот эту наметку и проще, как бы, ну, то есть, она мне нравится, мне такие, если вы, штучек, катушечка, но я смотрю, они сейчас бывают в швейных именно магазинах, помню, даже, мне кажется, в какой-нибудь, ну, не помню, уголки я видела или нет, мне то ли в Леонарде, в общем, где-то я видела даже, по-моему, в сетевых магазинах, но в швейных точно есть они, и на сайтах интернет-магазинах я видела в швейных отделах, там, где вот всякая вышивка шитье для пэчворка, там вот тоже такие, видела, катушечки, вот, поэтому, как бы, она, она такая, знаете, в меру прочная, но не такая прочная, как, например, нитка, которую строчку прокладываешь, вот еще вот такой моментик, но это для тех, кто шьет, кому это интересно, поэтому я показываю отдельными кадрами.